привет всем сегодня со мной произошел такой казус весь день была на работе весь день были клиенты конечно же ничего не поел абсолютно пришла домой к тому забыла разморозить мясо приготовить ужин теперь буду готовить овощную рагу но не совсем овощные с добавлением тушенки голодные да невозможно хоть чуть-чуть чтобы было что-то посытнее я в прошлом году уже готовил такое рагу получилось довольно таки очень вкусно может кто-то возьмет себе на заметку готовится за полчаса ну что приступим так что нам понадобится для рагу два баклажанчика но я сделала три потому что они маленькие смотри такими маленькие не успевают вырастать в огороде мы их тут же съедаем 4 средние картофельные два болгарских перца луковица один помидор большой один чесночок и не может зубчик или как он такой крупный кто любит больше чеснока может больше добавить пучок петрушки и еще основной ингредиент это свинина тушеная высший сорт ермолина я только ее покупаю она самая вкусная все эти овощи нужно нарезать кубиками и поочередно ложить сковородку начинается первый лук потом картофель потом перчик потом баклажанчики помидорчик петрушка чесночок сейчас я все порежу кубиками повторяюсь и вам продемонстрирую все овощи порезаны помидор красный болгарский перец баклажаны картошка лук чесночок я его надавила петрушку пока не резала в конце порежу тушенку тоже желательно рекомендую вытащить ее выложить в какую-нибудь глубокую миску размять вилочкой и в конце самом добавить масло у нас подогрелась можно опускать лук все пусть масло по лук поджаривается слегка его пассируем и добавляем картофель прошли 2-3 минуты картофель уже в сковороде все готовится на среднем огне постепенно тушится если поджарится картофель ничего страшного будет даже вкуснее все накрываем крышкой и ждем минут так десять помешивая периодически вот картошечка стала помягче добавляем перчик ну падай же давай рукой затем не забываем чуть-чуть подсаливать но не пересаливать ни в коем случае перемешиваем опять же все перемешиваем красиво стало накрываем крышкой прошли где-то 3 минуты и запускаем баклажанчики смысл в том что все доводим до полу готовности потому что когда мы в последнюю очередь опустим тушенку она же даст сок все это потушится вместе с тушенкой и будет очень вкусно и доготовится до нужной кондиции все накрываем опять крышечкой баклажанчики потомились 5 минут достаточно стали почти готовы отправляем помидоры и не забываем помидоры присолить чтобы они дали сок баклажан и мы же знаем что они любят влагу и масло обманем бросим помидоры чтобы они напитались помидорным соусом все перемешиваем как всегда как красиво не правда ли и накрываем крышечкой оставляем где-то тоже минутки на три но периодически можно помешивать во время петрушки отправляем ее в сковородку и тут же добавляем наш чесночок и как всегда все перемешиваем помидорки уже дали свой сок овощи томятся помидорном соку соки как угодно главное что это получается очень очень вкусно дадим еще минут три четыре потомиться и будем добавлять тушенку я ее уже приготовила вот видите размяла вилочкой в миске она ждет своего часа накрываем крышечкой и томим около пяти минут я уже выложила тушенку можно как попытаться перемешать но пусть она сейчас разогреется потом мы все перемешаем накрываем крышечкой даем пару минуточек подогреться тушенки вот тушенка разогрелась видите в каком бульончике теперь это все томится а давайте-ка попробуем на соль наш бульончик соль великолепная самое главное не пересолите до тушенки овощи потому что тушенка сама же соленая накрываем крышкой последние финальные 3-4 минуты картофель тоже готов баклажаны готовы сейчас они обменяются своими вкусовыми качествами наши овощи тушенка и можно приступать к еде а вот конечный результат я выложила на блюдо свое рагу положила овощи еще свежие ну что поделаешь я люблю овощи с чем угодно можно кушать можно вообще без всего кушать просто с хлебом можно без хлеба можно просто зелень можно с зеленым луком с чем угодно это блюдо само по себе просто великолепная по вкусу приятного мне аппетита большое спасибо за внимание за то что вы меня смотрели до новых встреч кому понравилось обязательно поставьте лайки кто смотрит впервые подписывайтесь на мой канал впереди еще много много интересного до скорых встреч пока пока мои хорошие